Бывшего омбудсмина Турсумбека Акуна мы сегодня встретили прямо у входа в Верховный суд. Туда он пришел, чтобы подать иск в суд на экс-президента Алмазбека Тамбаева. Правозащитник намерен отстаивать свою честь и достоинство через суд и доказывать, что все, что сказал бывший глава государства, клевета и ложь. Алмазбек Тамбаев, напомню, в минувшую субботу сделал заявление по возобновленному делу, в рамках которого расследуется освобождение вора в законе Азиза Батукаева. За последние несколько месяцев МВД осуществило ряд громких задержаний. И среди тех, кого привлекли чиновники, занимавшие свои посты во время президентства Тамбаева. Это непосредственно те, кто в 2013 году прямо или косвенно имел отношение к процедуре освобождения кримавторитета. Всех их вызывали на допросы, а после большинство арестовывали. И чтобы выбить показания, сажают Атаханов, Солянова, Рисалиев. Кто-то эту аферу сделал, кто-то деньги заработал, начиная с Турсумбека Акуна. Но не Солянова. Аида Солянова была последняя, кого арестовали из череды бывших должностных лет. Ее арест случился почти сразу после задержания спецпрокурора Майрамбека Акмата Алиева. Его отпустили из-под стражи, но запретили покидать страну. Именно он, как говорят сторонники адвокаты Соляновой, дал показания против нее. В то время Акмата Алиев, напомним, надзирал за законностью в исправительных учреждениях. Он должен был представлять прокуратуру в Нарынском суде, когда судья Джапар Ирматов решал вопрос освобождения. Но вместо себя, почему так Акмата Алиев, на заседание отправил заместителя. Прокуратура ничего тогда не поставила под сомнение и не увидела нарушений. Об этом не раз впоследствии заявляла и сама Солянова, говоря, что прокуратура делала все по закону. Есть смертельный диагноз на свободу. Задержанная Солянова уже имеет отсроченный приговор за продление лицензии беглому и осужденному приближенному Максиму Бакиеву Алексею Елисееву. Ее осудили в мае прошлого года. Благодаря Атаммаеву, благодаря его участию был осужден Айда Солянова. И еще депутатский мандат, все знают все. Если бы он еще был бы, если бы не были бы маленькие его дети, она бы сидела бы давно. А что, об этом все Алмаз совершенно забыл, что ли? Кроме этого, мне интересно, что он еще защищает других участников по Батукаевскому делу. И Айда Солянова, и других. Знаете? Почему? Потому что, чтобы они не дали показания против него. Он создает какую-то базу, чтобы в дальнейшем своих политических действий, если он его посадит в этот вопрос или привлекает к ответственности, чтобы он сказать перед народом, что меня преследует политическим мотивом. Впрочем, после освобождения Батукаева во многих СМИ публиковалось заявление его сестры Хавы Хамидовой, которая рассказала, что еще за год до всех событий в Алмате в 2012 году Акуну были переданы 100 тысяч долларов. Как заявил сегодня Турсумбек Акун, говорили про него всякое, но бездоказательно. Вот и теперь все, что говорит Алмазбек Атамбаев, это его попытка оправдаться. Но, как утверждает Турсумбек Акун, решение выпустить Батукаева – это прямой указ от Амбаева. И об этом указании якобы в то самое время бывшему омбудсмену говорил экс-руководитель аппарата президента Даниэр Нарымбаев. Нарымбаев, как говорит Турсумбек Акун, также уже приходил в МВД для дачи показаний по этому делу. С каждым днем ситуация накаляется, все задержанные массово идут на сотрудничество со следствием. На днях это сделал экс-вице-премьер Шамиля Таханов. Продолжаются и допросы экс-председателя ГСИН Зарылбек Расалиева. Последний закончился для него больничной койкой. Также для допроса был вызван экс-министр внутренних дел Зарылбек Расалиев где-то в 10.00 часов. Допрос проводился где-то более двух часов. Потом был объявлен перерыв. И после перерыва он, не доходя в следственную, здесь на улицу ему стало плохо. Была вызвана скорая помощь и его увезли в спецполиклинику. Не исключено, что если бы Расалиева не увезли с подозрением на инсульт, к вечеру мог случиться и его арест. Он – одно из ключевых звеньев. Как руководитель структуры, которая курировала весь процесс от начала до конца. От медицинских обследований Батукаева, которые были сделаны с нарушениями процедур, до сопровождения Батукаева с кортежем на самолет. Зарылбек Расалиев в тяжелом состоянии в реанимации спецклиники. Врачи делать прогнозы не берутся. Сегодня планировали созвать консилиум. Инсульт у него был уже дважды. Елена Яковлева, Нурбек Копаров, НТС.